Шторм Одна другую Своими седыми верхушками Все кипело пеной Точно в гигантском котле И среди этих водяных гор Маленький корвет-коршун Совершающий кругосветное плавание Выдерживает шторм С оголенными мачтами То поднимаясь на волну То опускаясь в глубокую ложбину Образуемую Двумя громадными валами Было что-то грандиозное И словно бы загадочное В этой дикой мощи Рассверепевшей стихии С которой боролась Горсточка людей Управляемая одним человеком Капитаном на маленьком корвете Казавшимся среди необъятного Беснующегося моря Какою-то ничтожной скорлупкой Поглотить которую Казалось так легко Так возможно На горизонте вокруг Серо и мрачно Изредка мелькнет Парус такого же Штормующего судна И скроется во мгле Нависшее совсем низко небо Покрыто темными Клочковатыми облаками Несущимися с бешеной быстротой Рудко было Ему, юному и неопытному моряку Только теоретически Знакомому с плавучестью И легкостью судна Кажется, что еще мгновение И эта гора Брушится на корму И покроет своим Водяным саваном Весь корветт Со всеми его обитателями Но молодость и жажда жизни Невольно протестуют Против такой мысли И ему вдруг Делается стыдно Своего малодушного страха А коршун продолжает Нырять в этих водяных глыбах То вскакивая на них То опускаясь Обдаваемый брызгами волн И отряхываясь Словно гигантская птица От воды Капитан Бледный Истомленный От нескольких бессонных ночей Сматривается вокруг Он точно прирос К мостику Расставив ноги И усыпившись за поручни В своем коротком пальто С нахлобученной фуражкой Лицо его было серьезно И спокойно Это спокойствие Невольно передавалось Всем бывшим на палубе Тут же на мостике Стояли мичман Лопатин Молодой красивый блондин И старший штурман Сухонький старик Степан Ильич Он видел Что штормяга Как он выражался В хоруменной Но понимал Что коршун Доброе хорошее судно А капитан Хороший моряк Ашанин пробыл Наверху около часа Шторм казалось Крепчал И качка делалась Нестерпимее Ашанин почувствовал Точно сквозь сон Слышал он Как под вечер Зычный голос Боцмана Прокричал Пошелся наверх Хотел было вскочить Но обессиленный Не мог подняться С места Проснувшись На следующее утро Володя Крайнему своему Изумлению Почувствовал себя Свежим Бодрым Здоровым И страшно голодным Но корвет Качала И качала Так же Как вчера А между тем Ашанин Не испытывал Никакого неприятного Ощущения Володя увидел Улыбающееся лицо Мичмана Лопатина И он приподнялся На койке Придерживаясь рукой За стойку Чтобы не стукнется лбом Койка словно Качели Мечутся под ним А он Ничего Ни тоски Ни этого сосания Под ложечкой Нету свинца В голове Неужели Ой Неужели Что это значит Что вы Владимир Николаевич Или во сне Скажите Мичман Да А который час Да уже Половина восьмого О А с восьми На вахту Ошанин Спрыгнул С койки И постоял Несколько времени Как бы ожидая Что вот-вот И вся его радость Разлетится прахом Ошанин Вышел на верхнюю палубу Солнце Яркое Но не греющее Холодно смотрело С высоты неба По которому Бегали Перистые облака Штурман Степан Ильич Уже возился Со своими приборами Определяя широту И долготу В которой находился Корвет И когда В восемь часов утра Вышел к подъему Флага капитан Все с каким-то Безмолвным почтением Взглядывали на него Словно бы понимая Что он Победитель Вчерашнего Жестокого Шторма Хотя еще сильно Поддавало И нос Корвета То стремительно Опускался То вскакивал Навель Тем не менее Ошанин Чувствовал себя Отлично И окончательно Успокоился Бодрый И веселый Стоял он На вахте И словно бы Гордился Что его Нисколько Не укачивает Как и бывалых Матросов Матрос Быстрюков С которым Володю Всегда тянуло Поговорить Был на вахте Володя подошел К нему Здравия желаю Барин Здравствуй Быстрюков Хорошо ли Почивали Отлично Брат Вчерась-то Вас не видно Было Верно Укачало Ну да и Качка же была Отлеживаться Лучше Зато Сегодня Меня нисколько Не укачивает Быстрюков Ни капельки Тот Увы Баренок Такой Веселый А ведь И теперь Качка Порядочная Не правда ли Здорово Покачивай А мне Ничего Теперь вам Барин Никакая Качка Не страшна Посля вчерашнего Внутренность Ваш Значит Вся вчера Перетряслась И больше Не принимает Качки Шабаш Мол Шабаш Другие есть Которые долго Не привыкают Ах Зачем Володя Володя Заходил По баку Стараясь Спокойно И просто Ходить Во время Качки По палубе Но эта Ходьба Заставляя Напрягать Ноги Скоро Его утомила И он Снова Подошел К пушке Около Которой Стоял Быстрюков А вчера Шторм Таки Сильный Был Да Было Таки А тебе Быстрюков Страшно Было А то Как же Не бояться Всякая Тварь Гибели Боится А человек И подавно А который Ежели Говорит Что ничего Не боится Так это Он Милый Барин Куражится И людей Обманывает Ну да Думает И в самом деле Примерно Цац Какая Что ничего Мол Не боится А ты Бойся Да дело Своё Всполняй Справно Тогда будет Полегше Да и От ебели Избежишь Вахтенный Мичман Лопатин Стоявший На мостике Что-то долго И внимательно Разглядывал В бинокль Наконец Он отвёл глаза Лицо его Красивое И румяное Обличало Сильное Волнение Быстряков Есть Ваш Блородие Видишь Что-нибудь Вижу Вижу Ваш Блородие Быто Мачта Над водой А на мачте Флаг Ваш Блородие И Быто Люди Вон Ещё Флаги Господин Ашаня Есть Доложите Капитану Что на Ост-Норд-Ост Бедствующие судно Живей Есть Доложить Капитану Володя Вбежал В каюту И увидал Капитана Крепко Спавшего На диване Он был Одет Лицо Его Бледное И стомлённое Казалось При сне Совсем Болезненным Осунувшимся И постаревшим Ещё бы Сколько ночей Не спал он Василь Фёдорович Василь Фёдорович Василь Фёдорович На горизонте Судно Погибает Что? Иду Капитан быстро Вскочил с дивана Взял со стола Фуражку И как был В одном сюртуке Бросился из каюты И поднялся на мостик Василь Фёдорович Кажется Погибает судно Вот в этом направлении Прикажете Идти к нему? Странно Корпуса Не видно Приготовьтесь К повороту Есть По местам Стоять По местам Стоять По местам Стоять К повороту К повороту К повороту Через пять минут Коршун уже повернул На другой галс И нёсся К тому месту Где погибало судно Капитан смотрел В бинокль И нервно Пощипывал Бакенбарту Все офицеры Выскочили наверх И все глядели В одну точку Капитану казалось Что корвет Идёт недостаточно скоро Поставьте грот Есть Поставить грот На грот пошёл Коршун понёсся Скорее Матросы толпились У борта И взволнованные Напряжённо Смотрели вперёд Но простым глазом Ещё ничего не было видно Прошло ещё Несколько минут Смотри Ребята Не видать ничего Володя взглянул И увидал Качавшуюся Над волнами Мачту С чернеющими На ней пятнами И приподнятый Кверху нос У него Мучительно Жалость сердца О, гляди, гляди Братцы, вон она На палубе Воцарилась Мёртвая тишина Коршун подходил Ближе и ближе И эти чернеющие пятна Преобразились В людские фигуры С простёртыми Словно вымолящими О помощи руками Они стояли На вантах И на Марсе Полузатопленное судно Каким-то чудом Держалось на воде И волны Переливались Через него С качающейся Мачты Многие Махали шапками Матросы На корвете В свою очередь Снимали шапки И махали И сердечный Руками Машли Кто-то ждут нас Потерпи, братцы Володя не спускал Глаз с мачты У него теперь В руках был бинокль И он мог уже Разглядеть Эти истомлённые Страдальческие лица Эти зацепеневшие На вантах фигуры Эти протянутые руки Всех было Человек двадцать Наконец Коршун приблизился К полузатопленному судну И лёг в дрейф В расстоянии Нескольких десятков Сажен от него Матрос В пуску Матрос В пуску Сейчас бранцы Всех соберёт Бог-то вызволил А какой народ Бургин Шамцузи сказали Лишь Лишь И зябли больно бедные Баркас был поднят Рост и спущен На воду Необыкновенно быстро Матросы старались И рвались Как бешеные Господин Лопатник Да Баркас пойдёт Под вашей командой Есть Не забудьте Захватить одежду Для потерпевших Есть Вот с мам Есть Взять На баркас Пальто и одеяло Для потерпевших Есть Пресной воды И рома Есть Возьмите дополнительно Буйков и спасательных кругов Есть Ром и воду Давать понемногу Ясно Есть Один за другими Неторопливо спускались По верёвочному трапу 24 гребца Прыгали в качающуюся У борта шлюпку И рассаживались там К капитану подбежал Зволнованный Ашанин Василий Фёдорович Василий Фёдорович Позвольте мне на баркас Свежо Вас всего замочит на баркас Да и к чему вам ехать Василий Фёдорович Мичман Лопатник Есть Возьмите с собой На баркас Ашанину Есть Ступайте Ашанин Да смотрите Без толку не лезьте В опасность Есть С Богом Отваливай Колись ребята Скорвета спустили верёвку На которой держался баркас И он словно мячик Запрыгал на волнах Удаляясь от борта Гребцы наваливались Изо всех сил Выгребая против сильного волнения И баркас ходко подвигался вперёд Ныряя в волнах Словно морская утка На шлюпке Близость этих водяных гор Казалась ещё более жуткой И у Ашанина В первые минуты Замирало сердце Но возбуждённый вид Этих раскрасневшихся Обливавшихся потом Лиц грибцов Спешивших на помощь Погибавшим И не думавшим Об опасности Которой подвергались Сами Пристыдил Ашанина Он взглянул На качавшуюся мачту Которая была уже близко Увидел эти дико радостные лица И уже более не обращал Внимания на волны И почти не замечал Что был весь мокрый Эх, сердечные Рады-то как, а? Уж очень торопятся с ней спать-то Это значило Не торопитесь Осторожнее Мы всех возьмём Никого не оставим Смотрите, Мичман Когда? Один сорвался Упал в море Вижу Сейчас моего вытащим Несколько дружных грибков И один из матросов Перегнувшись через борт Успел вытащить человека из воды Худенький, тщедушный француз С испанёлкой Был без чувства Володя занялся им Баркас подошёл к судну С его подветренной стороны Нетерпение Скорее спастись Пересиливало благоразумие Все теперь столпились На нижних вантах Смертельно бледные С лихорадочно сверкающими глазами С искажёнными лицами Толкая друг друга На вантах Оставалось ещё пять человек Они, видимо, совсем Закоченели и не имели силы сойти Это значило Без моего приказания Никто не должен из вас садиться Ребята, надо снять эти пудель Из баркаса выпрыгнуло на судно Несколько матросов И вместе с ними Володя Они были в воде выше колен И должны были цепко держаться Чтоб их не снесло волнами Осторожно снимали они Полузамёрзших людей И передавали на баркас Наконец все пятеро Были сняты И мокрые матросы С Володей Спрыгнули на баркас Больше никого не осталось? Никого у вас в благородии? Плакали и другие Целовали руки матросам И просили пить Некоторые лежали без чувств Юнга, мальчик лет пятнадцати Сидевший около Володи С воспалёнными глазами Умолял его дать ещё глоток Один глоток Нет-нет, не давай Чешанин, а то умрёт Было что-то невыразимо потрясающее В том, как выглядели страдальцы Все они были изнурены До последней степени И казались мертвецами Всех их прикрыли одеялами И всем дали погладку рома Помощник капитана Здоровый бретонец Который был бодрее других Слабым голосом рассказал Что они двое суток провели На мачте без пищи, без воды Без вас, сказал он, без вас И не мог продолжать Только прижимал руку к сердцу Через двадцать минут Баркаст приставал к борту коршуна Мокрые, возбуждённые Вышли на палубу грибцы Молодцы, ребята Постарались Ну, идите переоденьтесь Да выпейте почарки водки А сами А вы совсем мокрые Точно сами тонули Да я, Василий Фёдорович Он, Василий Фёдорович, по горло в воде Гулял на затонувшем судне Людей снимал Ну, идите, идите Скорее вниз Переоденьтесь Обогрейтесь И, милость, прошу ко мне обедать Покорно благодарю Василий Фёдорович Поддерживаем одним из грибцов На палубу вышел И спасённый мальчик-француз Весь мокрый В рваной рубашке Прикрывавший его худое Истощённое тело Совсем полумёртвого С мачты сняли Едва привели в чувство Бедного мальчишка Еле на ногах стоит Дрожит весь Сам не верит своему спасению Скорее, скорее его в лазарет Мальчика тотчас же Отнесли в лазарет Уложили в койку Покрыли одеялами И доктор начал его отхаживать Вливая в рот ему Немного коньяку Жалкий вид мальчика Юнги Возбудил всеобщее сочувствие И участие матросов Мальчок спасли И какой же он щуплый, братцы Доктор отхаживает Не бойся, выходит А зовут его, братцы, Жакой Я сам слышал Нарочно для мальчишки Братцы кок суп варит Вовсе, значит, пустой Без всего Так отвар бытал Фершел, братцы, сказывал Что он тот самый мальчонок Жака, значит По-своему, что-то лопотал Когда его кормили Просил, значит Дайте, мол, больше этого самого супа И хотел даже вырвать у доктора чашку Однако не допустили Значит, брат, сразу нельзя Помрет, мол А что ж мальчонка-то, а? Ничего Покорился На другой же вечер Старик-капитан Высокий, худой, горбоносый южанин Из Марселя С бронзовым, подвижным и энергичным лицом Опушенным, засидевшими баками И испаньолкой Рассказывал в кают-компании Обстоятельства крушения Своего трехмачтового барка Лирон-дель Что по-русски означает Ласточка Мы шли из Нарвы в Бордо С грузом досок и бочек Застегнутый жесточайшим штормом Пять дней тому назад Барк потерял две мачты Руль И все шлюпки Но хуже всего было то, что Старое судно получило течь Которое во время шторма Усилило все более и более Помпы Не помогали Судно носило по волнам Трепало И оно все ниже и ниже Погружалось в воду Мы ждали Неминуемой гибели И вот когда палуба Уже покрылась водой А корма совсем опустилась Все бросились На уцелевшую фок-мачту Ежеминутно ожидая Что вот-вот Барк погрузится волной Но полузатопленное судно Не шло ко дну Вероятно Пустые бочки Бывшие в трюме Спасали нас Надежда Закралась В сердце моряков Надежда Что вот-вот На горизонте Покажется Пару судна Которая Которая нас заметит Но буря Не затихала А судно Не показывалось Так прошли Длинные Бесконечно Длинные Сутки И вот на следующий день Обессиленные Голодные Изябшие Мы уже начинали Терять надежду О, что мы испытали Господа Что мы испытали Я плаваю Тридцать пять лет Кое-что видел В своей жизни Разбивался У берегов Африки Выдержал Несколько ураганов Был на горевшем Корабле Но все это Ничто В сравнении С этими Двумя днями О, их Не забыть Шторм Как будто Затихал Но нам От этого Не было лучше Мы мерзли Мы точно Умирали Заживо Чувствуя Голод И жажду О, какую Жажду Одежда Леденела Некоторые Спускались На палубу И погружались В воду Чтобы согреться Но двоих На наших глазах Смыло Волнами И вот Настала Вторая Ночь Такая Же Холодная Мы Прижимались К друг Другу Чтобы согреться Мы Толкали Друг Друг Чтобы Не заснуть Вечным Сном Боже Что За Ночь Многие Галлюцинировали Говорили О солнце О виноградниках О теплых Постелях Маленький Наш Юнга Рыдал А плотник Хохотал Каким-то Диким Смехом А когда Расцвело Двое Матросов Бывших Около Меня На вантах Спали Я Взглянул На них Они Спали Вечным Сном Судорожно Уцепившимися За ванты Руками Да Теперь Каждый Ждал Смерти И Вдруг Кто-то Крикнул Судно Судно Мы Все Впились Глазами В море И Действительно К нам Приближался Парус Мы Увидели Брик Крик Радости Вырвался У всех Но Вообразите Себе Господа Брик Водили Этого Изберга Проклятиями И Снова Застыли На своих Местах Еще Более Отчаявшиеся Видеть Думали Мы Однако Кто-то Замахал Флагом Невольно Протягивались Руки По Оснастке Я сразу Узнал Военное Судно И Когда Увидал Как На Корвете Вашем Великодушно Прибавили Парусов Несмотря На Свежий Ветер О Тогда Я Понял Что Мы Спасены И Мы Благословляли Вас Мы Плакали От Счастья Не Смея Ему Верить Но К Сожалению Только Не Все Приехали Живыми Через Два Три Дня Доктор В сопровождении Фельдшера Филиппова По Обыкновению Пришел В лазарет В семь Часов Утра Ну Что Братец Ты Мой Жака Как Ты Себя Чувствуешь Можно Встать Встать Можешь Встать Встать Можешь Встать Выйти Наверх И Есть Матросскую Пищу А А Что Жб Одеть Филиппов Об этом Мы с тобой Братцы Не подумали Точно Так Ваше Скоброде Об этом Мечтаний Не было А Ежели Теперь Обрезать Ему Значит Рубах Примерно До колен Ваше Скоброде Да С позволения Сказать Перехватить Талию Ремнем То будет Даже Довольно Обоюдно Ваше Скоброде Как это Обоюдно Да Так Обоюдно Кажется Всем известно Что обозначает Обоюдно Ваше Скоброде Удобно И хорошо Значит Нет Братцы Едва Лет Будет Обоюдно Как ты Говоришь Один Смех Будет Ну А впрочем Надо же Как-нибудь Одеть Мальчика Пока Не попрошу Капитана Разрешение Сшить Мальчику Платит По мерке Очень Даже Возможно Хороший Костюм Шить Есть Матросы По портной Части Сошьют Устраивай Свой Обоюдный Костюм Кто Там Ходи Это Я Варскобродье Чего тебе Бострюков Заболел Что Никак Нет Варскобродье Я Вот Платье Мальчотке Принес Думаю Голое Так Шил И мерку Еще Раньше Снял Дозвольте Отдать Варскобродье Ну Отдавай Братец Очень Рад Мы Вот Думали Во что Бы Одеть Мальчика А ты Раньше Нас Об нем Подумал Способное Время Было Варскобродье Бострюков Вынул из ситцева Платка Маленькую Матросскую Рубаху И такие же Штаны Шитые Из холста Встряхнул Их Подавая Мальчику Получай Жака Одежа Самые Братец Мой Верегут О О Сапова Мсье О Мерси Биен Отдевай Носи на здоровье А я Посмотрю Как сидит О Мон Ди Месе Жик Пшик Вали Жака Ужо Братец И Шапку Справим И Летит Чапо Уси И Башмаки Будут Дай Срок О Мен Вы Эт Си Бон Мсье Си Бон Мерси С этого Времени Быстрюков Взял Мальчика Под свое Покровительство Подойдет К нему Погладит Своей Шершавой Мозолистой Рукой Голову Стоит У койки Ласково Глядит На мальчика Улыбаясь Своей Хорошей Улыбкой И мальчик Невольно Улыбнется Так Постоит И уйдет А то Принесет Ему Булки За которой Ходил Квестовым Тебе чего? Вы Ребята Дайте Господской Булки Сиротки Снести Какой он Сиротки Да мальчонку В французском Здравствуй Быстрюков Здравия Желаю Барин Ты что У вестовых Булки Выпрашиваешь? Для сиротки Барин Вот оно что Я прикажу Давать ему Каждый день По булке Спасибо Барин Сиротка Рад будет Почему ты думаешь Что он сиротка? Беспременно Сиротка Не что отец Матери Пустили Такого Мальчонку Да еще Такого Шоплинка На такую Жизнь Нет Быстрюков Я его спрашивал У него отец Рыбак И мать есть Оба живут В деревне Близ Лориана У берега моря Все равно Вроде бы Сиротка Когда родители Вот такие Не могли Поберечь сына Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Капитан Капитан обещал довезти спасенных до французского порта Бреста Очень скоро Почти все французы Оправились И одетые в русские Матросские костюмы И пальто Выходили на палубу И скоро Сделались Большими приятелями Наших матросов Которые ухитрялись Говорить с французами На каком-то особенном Жаргоне И главное Понимать Друг друга Матросские костюмы Матросы Относились к пассажирам-французам С необыкновенным добродушием Вообще присущим русским матросам В сношениях чужеземцами Кто бы они ни были Без разбора расы, цвета кожи Они с трогательной заботливостью Ухаживали за поправлявшимися моряками И угощали их с истинно братским радушием Ну, алле вниз обедать У нас, братец, щи Бон И каша очень вкусно пшенная Понимаешь? Француз, ничего не понимая Деликатно кивает головой На палубе разосланы брезенты И матросы артелями Человек по десяти Усаживаются вокруг баков В которые только что налиты Горячие и жирные щи В формарсовый ковшиков Рыжий с веснушками молодой парень С добродушно плутоватыми Смеющимися глазами И забубенным видом лихача-матроса Переделывая французскую фамилию Голяр на свой лад Говорил Садись, Голярка Кушай на здоровье Вот тебе ложка Да, конечно, по-нашему Братцы непривычные Да и едят не по-нашему Мало Вустрицев кушаем Таких-таких вустрицев Главных, наверное Что? Что, камрад? Ву-ле-ву-анкор? Анкор, месье Анкор Ну, на-кусь, еще тебе брать Ай да копчик Откуда ты по-ихнему научился? Ходил я браться за границу Знаю, как с ними говорить Ну, как, Голярка? Чи? Бон? О, хорош Русский суп Хорош Ишь ведь Дьявол По-нашему умеет В Кронштадте Парлярус учил Санут, месье Кронштадт О, ловко Ай да галерка В этой же артели Сидит и Бастрюков А около него Юнга-француз Бледный мальчик С тонкими выразительными Чертами лица Еще не вполне Оправившийся После пережитых Ужасных дней Сидя рядом с Жаком Бастрюков То и дело Указывал на бак Со щами И говорил Ешь, Жака Ешь, сырота Ков в шкаф Ты ведь, милый человек По-ихнему Лопотать умеешь? Могу помолстить Ты спроси Жаку Че он лениво Щи хлебает Ален, нездоров А вот сейчас Мы твоего Жаку Допросим Жака Мсье Жак, щи Бон? Я не понимаю, мсье Ну, вот это самое Бон О, для суп? Ну да, щи О, холла Сэй трэй бьен, мсье Мерси Ага, хвалит Щи Жака Ой-ой-ой Хорош 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 А чего же Лениво Ест? Не в охотку Говорит, солонину буду Когда бак со щами Был опростан Артельщик вынул Из него Большой жирный Кусок солонины Разрезал его На мелкие куски И свалил Крошева обратно Все ели молча И не спеша Видимо, стараясь Не опередить Один другого Чтоб всем Досталось порв Ешь, Жака Ковшиков Скажи ему Чтоб он ел И мою порцию Я и щами Сыт Анкор, Жака Вишь, машет Не понимаю Показывает Ковшиков Прибегнул К наглядному Объяснению Взяв в одну руку Кусок солонины И указывая другой На Крошева Бострюкова Он сунул Свой кусок в рот Жака Коман? Жака Валяй Анкор Сельвупле Анкор Нан, нан Ж нан ве плю, мсье Ж нан ве плю Че он там? Мерси Мерси, говорит Значит, благодарю Ага Ешь, Бострюков Сам мясо-то Ну, ладно Ладно Галярка Пардон, месье Галярк Не зевай, брат Ешь Ну, манжи Манжи О, жасе, месье Афек Плизир Затем принесли пшенную кашу И полили ее маслом Она, видимо, понравилась французам И Бострюков довольными Веселыми глазами Посматривал, как Сиротка Уписывал ее за обе щеки После обеда Когда подмели палубу И раздался обычный свисток И вслед за ним Разнеслась команда Боцмана отдыхать Все стали располагаться На отдых Тут же на палубе И скоро по всему корвету Раздался храп И русских И французских матросов Но Бострюков не отдыхал Ты со всеми, милой мой Все прощаешь Примастившись у машинного люка И разложив около себя Сапожные инструменты Он точал сапоги Бросая по временам Ласковые взгляды На спавшего рядом Жака Так ты, Бострюков Вроде бы-то Няньки будешь У Жака То-то за няньку Не, что я в няньке Не гожусь Боцман Не к Борчаку ведь Тоже и этого надо обрядить Другую смену одежи Да башмаки Да шапку справить Доктор и слопочет Чтобы, значит, товар казенный Выдали Жака добром вспомнит Российских матросиков Как оставить его сироту в Бресте По крайней мере, не голый будет ходить Да как же ты будешь лопотать С этим самым мальчонкой Ни ты его, ни он тебя О, небось договоримся Еще как будем-то говорить Он понятливый Я его скоро по-нашему выучу Да Он поймет, поймет Ветер дул попутный И потому Коршун прекратил пары И поставил паруса Слава нам море, море окираньи Шла эскадра наша в Россию Недошедший немецкого моря Набегает на нас сильный шкод Снасти рвет У нас мачты ломаи Рулят шипла Совсем у нас кровь Трещат пушечные Корветт проходил между серых скал С видневшимися на них батареями Около которых мирно шагали По исполнадам часовые Закутанные в серые плащи Закутанные в серые плащи Делимы в океане Адмиральский славный наш плега У нас радость Сердце оживилось Познадеялись еще пожить Коршун приближался к Бресту Французы-пассажиры радостно смотрели На родные берега Что, галярка, небось рад? Ну, папа, мама То, братец-то мой, не рад своей стороне Пойдет к отцу, к матери В свою деревню Их же улыбаются Свою землю почуяли Рейд начал открываться Корветт прибавил хода И отдал якорь Вблизи одного французского военного фрегата Город виднелся в долине возвышенности Тотча же спустили баркас И предложили французам собираться Сборы бедных моряков были недолгие Старик-капитан был тронут до слез Когда при прощании Ему была выдана Собранная в кают-компании Сумма в триста франков Для раздачи матросам Особенно горячо Тряс руку Жака Быстрюков Он отдал Жаку свою собственную тельную рубашку Купленную в Копенгагене И шарф Ну, Жака, будь здоров Прости большой О, мой ami Друг 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 Венесен Франц Венес абсолютно Я буду так счастлива Так счастлива Ну, ну, Жака, Жака О, вы вендрете, не спа? Ну, вспоминай Мерси, мерси Спасибо До свидания И вообще прощание было трогательное И когда баркаж с французами Отвалил от борта Быстрюков еще долго махал шапкой И Жак, в свою очередь, не оставался в долгу И долго еще смотрели матросы Вслед удалявшемуся баркасу Что Быстрюков Жалко французам Тоже чужие, а жалко Теперь пока они еще места найдут А главный баренок Сироту Жака жалко Такой щуплый, беспризорный А сердце въем Доброе, ваше плороде Уж как он благодарил за хлеб За соль нашу матроскою И век будут французы нас помнить Потому от смерти спасли Все человек забудет А этого не в жизнь не забудет